всем привет друзья сегодня с вами черная комната необычном формате здесь сегодня собрались эксперты в первой половине этой передачи во второй половине придут футболисты давайте посмотрим кто сегодня с нами это жора рожка добрый вечер никита дьяченко медиаед вася козырев нпик марк дерютин добрый вечер никита виноградов ногомяч даника растерев ногомяч толя гегель тоже ногомяч они у них больше всех проблем они втроем ходят вот но на самом деле ребята скажет не не скоро потому что есть что сказать мне я очень долго терпел все мои друзья говорят о том что я очень хорошо отношусь к людям и наверное даже лучше того чем они на самом деле этого заслуживают вот поэтому очень много всякого дерьма я слышал про себя на этой неделе и собственно говоря наверное пришло время об этом поговорить конечно же вы все знаете в чем главная причина и кто распространитель всей этой информации поэтому немножко начнем с предыстории хочу поговорить про точнее не поговорить а рассказать о своих взаимоотношениях с командой медиаед для того чтобы каждый из вас мог просто сделать выводы о том стоит ли дальше нам вести диалог или нет второй сезон мы собираем команды так получилось что текущее состояние лиги потребовало внесения взносов команда медиаед имела определенные трудности связанные с корпоративным скандалом я не буду об этом говорить но в моменте руководитель академии сказал мне о том что команда не сможет выступить по причине того что есть проблемы с финансами мне нужна команда медиаед в лиге эта команда моего партнера в рамках этой медиа лиги поэтому естественно этот взнос я закрыл за свой счет не знаю знали вы об этом или нет знали ли об этом люди которые говорили разные вещи про меня но тем не менее это так теперь про третий сезон очень жалко что здесь нет мити правдина который бы собственно говоря эти слова подтвердил но я думаю что никита здесь и он прекрасно знает о чем речь медиаеда не должно было быть в третьем сезоне руководителю академии искра команда была не нужна потому что некому было заниматься медийной составляющей хотя в футболисты ребята давно в принципе были готовы играть и в каком-то моменте даже стали подыскивать себе другие команды для того чтобы играть медиа лиги но команда медиаед мне нужна и поэтому мне пришлось сделать звонок собственнику который совершенно не знал о планах своих подопечных слиться с третьего сезона поэтому после моего звонка и вниз подтверждение этому команды медиаед заявилась на сезон вот у меня очень теплые дружеские отношения со руководителем академии с алексеем поповым а еще более близкие отношения с собственником академии сергеем попов две недели назад и да не даст соврать мы вместе с ним вот так вместе с васей смотрели футбол финал медиа лиги в москве вот и я очень дорожу этими отношениями не меньше чем своими дружескими отношениями с алексеем кондолинцев дружба с которым перешла ко мне по наследству от моего покойного отца это к вопросу о том что я сливаю медиаед другой вопрос переходим к статусам медийных все помнят что во втором сезоне команде медиаед просто не было никакой медийной активности все статусы которые выдавались команды были лишь для того чтобы команда могла хоть чуть-чуть играть соответствовать хоть чуть-чуть медиа лиги и принимать участие не играя в меньшинстве в этом сезоне осталось все то же самое ничего не изменилось за исключением того что некоторые видео стали появляться и на сегодняшний день в этой команде медийный статус фактически подтвержденный по всем параметрам имеет один человек ты артем бобровский который имеет статус супер медийного все остальное в том числе и статус никиты он под большим вопросом потому что люди до сих пор не научились работать с камерой ну да они снимаются каких-то роликах но тем не менее это все ерунда и все это прекрасно понимаю но опять таки перед туром мы лишили статусов очень много человек в команде ламберджек словом лишили статусов четырех человек в команде волок мы лишили статусов двух ключевых игроков это вратарь который в итоге принес им победу и это центральный защитник гапанюк они тоже были лишены статусов в команде медиаед были лишены статуса два футболиста всего это михаил дегтярев и кошкин извините не знаю как его зовут которые ну совершенно точно не являются медийными которые в соцсетях не проявляет никакой активность статусов футболистов лишая ли я для этого в лиге есть человек в начале сезона мы попросили каждую команду по определенной форме заполнить нам списки с медийными где есть как активности команды так и личные социальные сети каждого футболиста соответствии с которыми мы ведем мониторинг о том что будут забираться статуса мы постоянно предупреждали поэтому нет вины лиги в том что в матче с ламберджеками медиаед остался лишь двумя медийными нет вины также как и нет вины лиги в том что ламберджеки решили исключить воспользоваться своим правом из стартового состава лучшего футболиста команды медиаед артема бобровского наряду там с никитой но а кого еще убирать в этой команде если не их двоих и это не вина лиги в том что артур а затем за хамский свой прием получил красную карточку и артем бобровский не даст мне соврать то что команда медиаед думала что мы а затем удалим больше чем на одну игру но мы посчитали необходимым не давать ему дисквалификацию на дальнейшие игры то есть если бы команда вышла дальше полуфинал вот поэтому я считаю что вопрос медийными здесь тоже достаточно открыт ясен и у людей которые в этой истории самого начала он никак не может быть оспорь далее что касается самой игры до результата который случился на поле не данил григорьев поставил в ворота парня который к сожалению там привез себе второй гол да не данил григорьев защищался против парня который троих обыгрывал и завивал гол в ворота медиаеда не данил григорьев ногу подзора поставил так что уходящий мяч в аут отлетел на пятый гол футболисту ламперджеков это был не я это была команда медиаед так объясните мне почему данил григорьев и все его родственники все его близкие люди должны на протяжении недели в комментариях и от каких-то других людей узнавать то что говорят про меня я считаю что я этого не заслужил вы одну вещь правильно всегда говорите что это лига григорьева дает моя лига я сам в ней устанавливаю некоторые правила но я не устанавливал правила оскорблять я никого не оскорблял в этой лиге и я не позволю оскорблять меня и это важно иначе зачем я все это делаю у меня вот есть такой кейс никит я хочу чтобы ты мне ответил здесь сидят ребята в принципе с которым ты поле делишь там уже не один год вообще и не первый сезон формате медиа лиги вот значит такая история у тебя в команде ты тренер у тебя три человека ну к примеру на позицию центрального центрального защитника вот три человека есть причем два из них хорошие 3 мертвый 2 играют по тайму один играет один тайм 2 играет 2 это 3 не проходит ну вот на банки на банки на банки ну все постоянно у третьего возникает такое чувство самолюбия простого да и он берет и нанимает себе четверых тренеров персональных по физподготовке по тактике и еще почему-нибудь и прибавляет серьезно прибавляет так что ну все видят что он на голову выше вот этих двух и ты начинаешь его ставить но при этом тебе подходят родители первых двух которые теперь не играют и говорят это не честно потому что мы тренируемся только у вас а вот этот парень тренируется еще с четырьмя тренерами вы не так не должны делать иначе мы сейчас пойдем и нажалуемся руководителю академии чтобы вы ставили наших ребят они этого ты вот скажи какое-то решение примешь ты будешь ставить лучшего или ты сделаешь так как просят родители чтобы не пойти на конфликт с руководителем академии вот просто ответь поставлю лучшего в чем вопрос но я понимаю это тому что ламберджики заявили четверых правильно понимая еще раз от команды медиаед говорю что вопросов футболистов вообще нет то есть мы даже когда узнали за день или за полтора что будут из к игроки мы узнали кто потом сказали что будет не 4 уже и 7 мы такие окей нам интереснее играть по футбольному как по футбольному нам было интересно у нас был уже вечером вопрос когда забрали у миши вопрос в чем то что там в комментариях было ну я не видел ни одного комментария оскорбительного от лица медиаеда кто-то из болельщиков кому неравнодушный медиаед за сестру давай так давай так я не закончил вот у меня фактура да то что я сейчас сказал эта фактура это то что можно проверить там да то что я не смотрел ничего честно говорю не смотрел от одного от 2 3 4 вот а у вас обида и вот у меня просто к тебе вопрос извиниться не хотите за что ну вот за все вот это извиниться не хотите ну то что мы развели это а другие люди это подхватили ну видимо да нет дыма без огня я видел привет и бобровского я видел твои комментарии которые ты писал я все это видел какие от меня были комментарии какие такие же такие же нелицеприятные понимаешь вот у меня вопрос вам как я не знаю как мужчинам ладно я когда девочки пишут неосведомленная всей нашей ситуации я до них даже внимания не обращаю когда девочка состоит с коляской ваша болельщица я не знаю кто она и говорит сокуренко который всю игру с тобой бодался и который выиграл эту игру для медиаеда говорит да лучше бы ты руку сломал и ребро а потом оказывается что он реально сломал ребро в этой игре есть и играл и играл всю эту игру не ну нет за оскорбление в мой адрес за через каждое слово григория зовут это вот давайте осипову напишем вообще пускаем там instagram заведет вот за это не хотите это все от вас пошло чем григорьев перед вами провинился вы на поле проиграли эту игру еще раз хорошо можно да да пожалуйста за то что да мы развели но мы еще раз как мы там всегда писали и подтверждали мы не за игроков которые ламбери привели хоть с первой команды еще раз груми нам лично мне интереснее играть с сильными соперниками а за то что было ну возможно вы сейчас и объясните и возможно я и потом и извинюсь за то что мы делали как это все выглядело до игры там за полтора суток до игры то есть у нас там за неделю за две когда закончили со групповой этап сказали заберут скорее всего у кошкина и у артура и это выглядит все так что про бразика слова не было и когда артур понимая что он на красной карточке получается лига убирает бразика убирает кошкины понимая что артур никак не сыграет и у нас остается двое мы сидим грим а если уберут бобровского тогда мы не можем выходить на матч в регламенте не написано что если не хватает медийных вы играете в меньшинстве то есть и с нашей стороны это смотрится так что все подводилось к тому что уберут бобровского и команда начнет меньшинстве но этого нет в регламенте так как было я вам скажу до игры когда марк зашел в раздевалку за 40 минут до игры он горит тема ты не играешь тема горит но все мы тогда не выходим он вам записал голосовое минут пять прошло год мы не выходим мы не будем играть я думаю это для лиги было бы еще хуже чем матч который прошел хороший матч и по футбольному вообще вопросов нет и я не видел лично от команды чтоб кто-то писал что вот там да видел болельщики писали вот судья виноват да и не судя вам как мог так и судил там то что на мне висел как сергей алексеевич да ну дай бог все так 50 лет чтобы играли да там где-то много было не по правилам ну я в этом плане нет вопросов ни к суде никому они как умеют так и судят может быть судил бы марк было по-другому смотри я специально зашел он не отправил никаких сообщений он его удалил я знал об этой ситуации он написал он написал я гу тема да хорош мы и так как бы были заряжены тем что будут скашники у пацанов но когда нам сказали чтобы вы будете в меньшинстве вот тут прям накипело конкретно и тема год мы не будем играть мы такие сели ну чё делаем ну чай будем и он отправил голосовое я чё-то туда-сюда сходил готем да ладно меньшинстве выйдем меньшинстве и ну обыграем но уже было тогда скажу что все сказали если мы проиграем все равно кипиш поднимем какой бы он был но то есть это было уже то есть ну по к нам мы посчитали что это было несправедливо нету в регламенте не прописано что команда полтайма должна играть меньшинстве неважно ламберы это или со скашниками без кашников но в целом было неправильно ну по нашему по ним если я не ошибаюсь а я скорее всего не ошибаюсь в прошлом сезоне у медиа еда была точно такая же ситуация и вы играли в меньшинстве меня убирали бобровский не успевал откуда-то прилететь не точные но в общем во первых про затян мы здесь рома семченко сидел на этом месте ведь я был мы этот вопрос обсуждали вопрос о том чтобы забрать статус у азотиана вообще не обсуждался мы говорили в контексте в прошлом году мы забрали у него статус но в этом году так как все очень сильно начали смотреть в регламент и формально азотиан соответствует то есть мы не собирались этого делать откуда пошел этот разговор он наверно пошел внутри команды не знаю от кого ну если 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 есть человек от кого он пошел ну дайте знать что у него должны были дать что мы настолько тема мы кажутся и грунт кажется все недели мы кажется все вместе обсуждали эти моменты и тогда же на столе мы решили что нет на вот поэтому я говорю что вот то что произошло с вами вот как бобровский пришел на игру как ты сказал в кружке вашим предыгровом так в итоге получилось вы сами разожгли эту историю мы здесь совершенно нет но может не должны были меньшинстве начинать по регламенту по регламенту на поле в любой момент времени должно быть два медийных но тогда команда не допускается матча если нет такого в регламенте тоже нет поэтому если нет медийных то значит команда играет меньшинстве в этом в прошлом году мы точно это обсуждали и если вот сейчас бы у меня было время я бы поднял бы с бобровским переписку того сезона где он мне говорил что я с детьми и возможно не успею команда будут играть мечты я точно помню это было я найду и перешли когда у нас вечером дебют матча мы обсуждали ну типа ламберджеки мгм если тебя уберут ну и все таки ну значит мы не можем соответствовать игре у нас нет медийных на поле это пальцем в небо и нет и к тому что то есть и в тот момент тема не говорю что мы в том году какой-то был момент или с уверенностью что тогда мы будем меньшинстве то есть вообще не было ну и мой регламент открыли ну то если нету мы не должны на даже мысли не больше мы меньшинстве и будем и просто это все ну так выглядит как будто нас подвели чуть-чуть уравнять шансы с ламберами чтобы а цель какая ну то есть условно говоря цель что там как это было напомните мне ну я взял у ламберджеков деньги за то чтобы уравнять я взял у рамбер ламберджек в ламберджеков надо там 10 лет всем вместе работать чтобы хотя бы ну не знаю об заплатить аренду этого офиса про деньги ну а что тогда еще могут что мне чем меня тогда еще удивят ламберджеки кроме денег ну то есть а в том я не понимаю в том 9 минутном видео то есть там вот и в том числе и про это кандалинцева при прилия алексея сергеевича который ну как бы он может быть и переживает за своего сына но он-то взрослый человек у него есть проблем выше крыши я вообще я я вообще не понял что это было я не собираюсь никого отчитывать я рассказал как есть вот все что я сейчас до этого сказал это все легко проверить мне скрывать ни от кого я не для того создавал эту лигу с ребятами вместе мы ее вместе создавали с вами полтора года для того чтобы мне намеренно сливать команду которая блин на секундочку как мы говорили до этого является самым титулованным на сегодняшний день игроком и у которого собственно говоря которого дети смотрят на которую реально ходят смотреть другие люди и с людьми с которыми я в отличных отношениях состою не собираюсь портить из-за такой херни но просто мне зачем это зачем это лиги но собственно говоря когда вы говорите лига получается что это я потому что на сегодняшний день у нас ну нет если в том году у нас еще как бы был какой-то паритет алексей сергеевич занимался спортивной частью и организационной то сейчас по сути лига это я когда вы говорите лига это вы подразумеваете меня когда кто-то пишет лига значит это в мой адрес я принимаю это на свой счет но тут некому больше это дело понимаешь вы просто ошиблись вы вышли вместо того чтобы просто спросить до игры да там поинтересоваться там как это все должно выглядеть вы вышли облили говном меня и тем самым просто вот этот фитиль зажгли который потом подхватили болельщики но если я не прав ребят ну скажите вот что думаете но это же неизбежно ну то есть ты руководитель лиги и следовательно здесь кто люди находятся до посмотрели видео и многие кто понимают про что она говорит и там действительно много воды просто для меня все равно удивление что тебя это так подожгло вот то есть для тебя какая была триггерная . вот именно в этом видео то есть девушка видно она в стороне от лиги и она просто накидывает и кто в курсе что ну я бы не воспринял это видео прям вот так вот серьезно как ты говоришь что прям подожгли и полетел вот что для тебя триггерная . есть одна только вот в этом видео что я намеренно слил ламберджеков в пользу слил медиаед в пользу ламберджеков вот вот только это потому что у нас в лиге всегда все по честным счетом мы заранее расписали сюда все придумали что там говорили я не смотрел я же говорю то есть нет и читал комментарии мне писали да вискрины и суридуально на самом деле давайте так вот видео с точки зрения давайте мы же здесь медиалигу играем видео по медийным как в медиалигу оно крутое что твоя сестра там начала прям разбор там какие-то моменты из игры и тому подобное все это здорово и имело место быть если бы наверное сюда бы просто на эмоциональном фоне бы не при плели сюда что вот даниил григорьев дружбе с алексей кондолинцевым продвигают ламберджеков думаю все но прекрасно там понимают ладно у пацанов там у них еще эмоционально еще просто там может быть на тот момент еще не отошли то же самое что тема сказал там привет в камеру вот а если мы как бы нужно там пыло охладим то все Все прекрасно понимают, что это просто эмоциональное состояние такой команды было, вот оно это вкинуло, и сейчас я думаю прекрасно, что Никита не думает, что все это было там сделано специально, там подстроено, чтобы слить медиаед и ламбеджеков, ну, наверное, ты так думаешь, я не знаю. Ты не говори даже за него. Я считаю так, что да, круто, что оно появилось, именно что вот создало какой-то прецедент, но, наверное, просто то, что был задет за определенные там имена и моя фамилия, вот в этом, наверное, не все так гладко было. Просто, условно, тебя как бы действительно само видео не оскорбляло, да, там в комментах подключились люди, но ты же для всех мил не будешь, и, ну, действительно, как-то для меня это было все-таки удивление, и тем самым сейчас то, что ты так отреагировал, вот этот сказал эти слова, сейчас вообще всех условно можно чуть ли не запугать и сказать, что все, там, да, нельзя говорить в ответ, там, запускать какие-то видео, а если бы кто-то там подключился бы на матах, ну, я думаю, ты вы уже, наверное, не через камеру, наверное, то есть здесь, блин, я просто знаю твою самоиронию, ну, мне кажется, это как-то удивительно выглядит по мне. Ну, тут прикол еще в том, что, ну, видео под собой ничего не имеет. За каждое все, что сказанное там, можно разъебать по фактам, начиная от статусов до того, как твоя сестра говорила, что вот на Никите повисли, и пиздец, типа, когда у нас борьба, это нарушение, но я могу нарезать 500 моментов, где ты валишься от любого контакта, и также показать это все и сказать, ну, а где здесь не борьба, когда на тебе свистят, ну, типа, поэтому, и оно еще так расфорсилось, что все сейчас думают, что, грубо говоря, там, Данил Олегович, типа, ебать, мафия, все, ну, типа, это, ну, жестко накидывает на плохой образ, и сейчас он просто, ну, объяснил, что по факту это не так, потому что за какую-то неделю там до этого он говорил, не помню, на столе же вроде, что Медиаед одни из претендентов на чемпионство, ему очень нравится команда. У нас в подкасте в Москве. А, ну да, значит там. Что Волод и вторые Медиаед, что сильная команда. Давай в телегу скину, времени нет 9 минут смотреть, 2x включишь, посмотришь, на самом деле ничего реально обидного нет. Комменты я не читал, но именно в видео, ну, вообще, я посмотрел такой, ну, да, накинули. Я в себе в выпуске вот Медиа Движ буквально вот записал, я сказал, что это круто, что был такой инфоповод по мне со стороны, там, не воспринимая все там близко так к сердцу, и это хороший был пример для тех же футбиков с Медиаеда. Вот взять и сказать то, что вот у вас в раздевалке либо за день до матча вот это кипело, так возьмите это и скажите. А в итоге там Варвара, правильно так говорю, Варвара такую суету навела, и это, ну, должны были делать футбики. Вот что самое забавное, поэтому вот. Ну, получается, у нее статус-медиа, да? Варвара, проявляйте статус-медиа. Кстати, можно сразу продолжить по вот этой теме, то, что вы говорите, что у вас, допустим, не хватало игрока, мне кажется, это напоминает приблизительно, ну, там, условно-школьные соревнования, что если ты приехал, вас там не один человек, а десять, типа, ну, ладно, играем, играем как есть. Я думаю, здесь, наверное, работает точно так же. Ну, типа. Это уже не школьная лига. Ну, пока. Ну, решение было крутое временное, типа, что оставить в меньшинстве было крутое. Потому что, ну, по регламенту нет, да, но в этом сезоне нет смысла доебываться до регламента, потому что первый сезон, грубо говоря, играют. Ну, конечно, а кто бы ему подсказал? Слушай, я думал не такой простой. Важный момент, друзья. Важный момент, вы все это знаете. Про то, у кого мы забираем статусы медийных, я всем писал в личку. Я не размещал эту информацию в группе. Да. То есть, я писал, там, Митя писал, а, Митя не писал, потому что некого было. Там, не писал на гомяч, потому что мы, Ващенко, до этого лишили статуса еще и больше тоже некого. Вася я писал, мы его пятерых лишили, да, пятерых лишили статуса. Писал Артему, писал Володу. Ну, то есть, я писал всем в личку именно для того, чтобы вот этих моментов не возникло. То есть, этому есть подтверждение. Поэтому я и говорю, что это просто пальцем в небо и вот так получилось. Скажу честно, мы тоже думали такую же схему. Мы думали, что если у Волода там кого-то, ну, допустим, лишили, мы тоже гадали, что если мы там убираем, допустим, непомнящего, а кто у них остается второй типа? И будут ли играть они в меньшинстве? Мы, на самом деле, тоже такую историю продумали. То есть, мне кажется, она на поверхности практически. А правильно я понимаю, что ламберы не знали, что лишены кошки. Только что сказали. Ну да, я это просто фиксирую. Это просто было непонятно. Это было непонятно до игры. То есть, никто не знал, кого лишили медийных статусов. То есть, по факту, даже судьи узнали об этом только тогда, когда им принесли протоколы. А не должно ли быть это открыто? Вот, допустим, что, ну, мы там знаем… Он все равно уже пришел, посмотрел протоколы и… Ну, опять же, это вот аналогично так ты можешь… Извини, что перебил. Что вот на игру, да, допустим, ага, они видят так, у них вообще, у медиеда осталось всего два человека типа медийных. Когда я встретил Бобровского в день игры, он как раз шел в судейскую, чтобы посмотреть, кто медийный ламберов. Ну, мы просто… Да, 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 да. То есть, вот он шел именно за этим. Это вот первая была с ним встреча. Ну, вторая была, когда он мне привет передавал. Я просто комментировал, он, видимо, не видел. Вот. Поэтому… Поэтому такая история. Ну, в целом, я говорю еще раз, это все, ну, пошло из-за вот этих медиастатусов, которые, ну, мы посчитали, что не совсем… Я также соглашусь с тем, что… Просто такой даже вопрос, если сравнивать с другими командами, тоже ДГТ взять. Допустим, я не вижу в Чапе более медийного человека, чем в Дегтяреве, к примеру. Его как там знают, я думаю, даже Мишу больше знают. Да, он ничего не выпускает, но и Чапу мы просто для себя посмотрели. Я не видел, кроме как в бане перед первым туром он посидел. Все, нигде нету. Забрали статус там у этого Сергея, который… Как раз-таки у него там свой Ютуб, он что-то как-то, хотя бы что-то выпускал. Да, мы его в целом не знаем как футболиста, но он… У него Инстаграм там есть. Допустим, Казик, которого оставили медиа, он тоже нигде вообще… В их трехминутных сериях, которых не было две недели… То есть у них должен был только остаться Саня, по идее. И также Саню заблокировали бы, и они вообще в пятером бы начали матч. Саня такой… И Стаффи. То есть, ну, и мы это вот так смотрим, не то, что… Ну, нам на тот момент казалось, да, что это как-то, может быть, предвзято к тому, чтобы чуть-чуть увеличить шансы Ламберджеков. Почему? Я думаю, ну, понятно. Потому что вы с Алексеем Сергеевичем в хороших отношениях, не потому что вы хотели нас потушить, или, ну, хотели чуть-чуть им помочь, чтобы у них было больше шансов. Тем более после последней игры, когда было 4-9, там такая игра была пешком. И что чеддер-финал был бы никому такой не интересен. А получилось, ну, я думаю… Команда Ламберджеков, блядь, или косментал пропущенным голам. Ну, нахуй это Алексей Сергеевич, вообще надо, ему уже давно было понятно, чего там случилось. Сева – это ребенок, которого бросили просто вот сейчас вот в озеро, и смотри-ка, выплыл, да, вот с этими ребятами. Папа за хлебом ушел. Ну, то есть, да. И, ну, зачем? То есть, пойми, да, деньги можно заработать, блядь, там, я не знаю. Но ты репутацию, если ты раз ее просрал, ты ее уже не восстановишь, ну, никак, ну, все. Мне вот то, что ты сейчас говоришь, то, что Марк говорил, мне это напомнило ту ситуацию, когда вот здесь в Толе сидели, когда он там в камеру на нас сказал, что мы там о чем-то договариваемся. Я в это время был в Питере, в Москве, приземлился. У меня это такси… То есть, когда говорят полную, ну, хуйню по-русски, да, и когда такого не было, меня это очень сильно. Только, наверное, там, жена видела, как я это там в себе переживал, как я потом смотрел эту игру, и какое у меня было состояние после игры, когда пацаны выиграли. Вот, 4-2. Так, погоди, вот ДГТ у вас с вами не договорняк был? Нет, не договорняк был. Нет, договорняк был только у многих нас. Это у нас, да, да. Почему ты говоришь, что хуйню? Сейчас, потому что ты на камеру сказал, что Энбик ходит и договаривается с ДГТ. Ни хуя такого не было. Чем угодно, как, короче, вот, когда говорят полную дичь… Я сказал, что вы ходите и договариваетесь. Ты сказал, что Энбик пытается договориться с ДГТ. Не было такого. Ну, окей. Ты говоришь, что не было такого. Не было. Я просто смотри, смотри… И ты говоришь, что я не хуйню. Я же могу сказать, что ты несешь хуйню. Мы с тобой в личке переписывались. Ты сказал, что ты не это имел в виду, что на самом деле там другое. Нет, я не имел в виду, что я хочу… Есть информация, что ДГТ хочет выставить второй состав. Если бы ты так сказал на здесь, вообще вопросов бы не было. Я сейчас просто про другое, Толь. Я про то, что, ну, здесь примерно… То есть, когда несут полную дичь, ну, можешь подгореть. По мне ты нес тогда… Почему? Потому что не было такого. Мы ни с кем не договаривались. У меня есть информация, что было такое. Те, кто Никита сказал? По поводу информации тоже… Я здесь хотел отсудить тоже. Есть одна очень странная история. Мне непонятно, кто и как сливает. Ну, могу сейчас этот труд. Мы буквально там за 40 минут, там, до закрытия трансферного окна, уже там все знают, там, с князем договорились о том, что он пойдет к нам. Об этом не знали никто в нашей команде. Об этом знал только, там, тренер Гамбита, потому что надо было согласовать. Об этом знал Шипоша и знал ты. Все. У них в 9 вечера выходит пост, что князь к нам переходит. Давай. Ну, это же медиа линия. Это Шипоша. И это тоже называется хуйня. Ты мне написал, что это хуйня. Нет, ты написал… Хуйня мой инсайд. Подожди, нет. Фабрицио, я тебе написал хуйницу. Нет, ты сказал хуйня, это не инсайд. Хуйня это не медиа или хуйня это не инсайд? Да. Не так я сказал. Давай посмотрим, проверим. Ну, ты сказал, что это хуйня. А в чем здесь хуйня? Еще раз, я тебе потом объяснил. Давай сейчас поднимем, посмотрим, как я ответил. Нет, ну, почему тебя это смущает? Ну, потому что это… я тебе объяснил почему. Потому что у нас было там… Короче, определенный перформанс мы приготовили, который просто этой, ну, историей, ну, потушили. Пришлось его переделывать. Вот и все. Вась, вы трансфер за 40 минут согласовали? Перформанс вы когда придумали? Чуть раньше. Тогда не понимал. Вась, короче, у тебя интересует вопрос, как утекла информация? Да. Ну, смотри, ты сам говоришь, что это знало четыре человека. Ну, вопрос к четырем, вот, людям, все. Так вы говорите прямо, что у тебя вопрос, как утекла информация? Я сейчас сижу, не понимаю. А у тебя же был вопрос, что лига ангажированная. Ты же сам это сказал. Что я сказал? Ты же сказал, когда писал Толе, что хуево, что лига ангажированная. Что такое? Я не так писал. Что у тебя была не информация, а доводы такие, что нам информацию слила лига. Получается, а лига — это Даня. Да. Давай смотри, ты на кого из нас больше думаешь? На шипошу, на меня? Нет, смотри. Князь? Князь? Или на князя? Может, все-таки князь сам? А может, он до князя не знал? Слушай, я привык людям верить. Если мне князь говорит, что это не он, значит, скорее всего, это не он. Смотри, Вася, про Агея я знал за две недели. Да про Агея, ладно. За две недели до трансфера я знал. Про Агея мы с Агейом разговаривали еще до начала сезона. Он сказал, что он на четыре недели. Но он не играл. И никто и всем похуй на Агея, и играл бы он за вас или нет. Еще раз не понял. У нас с Агейом ничего просто не было. Меня записило, что... Я забыл про Агея. Если честно... Я сейчас просто... Вы обсуждаете. Я сейчас понимаю, что я о том, что князь играл за вас, узнал только в день игры. А про Агея знал раньше. Потому что вы у себя опубликовали. И когда написал кто-то, типа, откуда вы знаете, я еще подумал, блядь, вы же сами выложили. Я перепутал Агея с князем. Только сейчас. Короче, вопрос... Короче, Толя, скажи, есть в этой комнате человек, который тебе слил князя? Так я же инсайдеров не называю. Мы с ним договорились. Все нормально. Не переживай. Суть в том, что я не... Какой у меня смысл? Зачем? Ты пойдешь разбираться, блядь, с другим человеком. С другим. Он искал с этим человеком. Он сказал, что это не хуйня, Вася. Это не хуйня. Что хуйня? Я говорю, то, что вы не дали нам сделать то, что мы хотели. Ты сначала написал про ДГТ. Вася начал с того, что его сильно разозлила несправедливость. То же самое могу сказать из-за себя. Он начал с этого. Я вот абсолютно согласен. Я вам честно скажу, у меня ни одной такой не было тяжелой недели эмоциональной. Ну, в смысле, как с момента субботы. Я в субботу, ну, просто чувствовал себя, вот знаете, как, блядь, вот прям выжатым. Я вообще ничего не хотел делать. Я просто так заебался за весь этот день. Я ушел. Начиная с утра. Вот. Поэтому, да, действительно, вот я, условно говоря, сегодня много говорю я. Но, тем не менее, я терпел, блядь, четыре дня могу себе позволить. Ну, вот. Каждый день, там, приходится куча разных вопросов там решать. Например, вот сегодня ночью я вернулся с командировки в три утра, потому что я ехал в Хабаровск и попал, блядь, в аварию. Вернулся там на перекладных. Вот. Потому что утром, блядь, у меня был суд, в котором меня, блядь, там, на пять и шесть десятых миллиона рублей там штрафовали. Ламберы? Ну, ламберы, да. То есть, до хуя, до хуя моментов в моей жизни происходит каждый день. Вот эта рубка, блядь. Но меня это не расстраивает. Ну, в смысле, для меня это нормально. Это мой привычный ритм жизни. А расстраивает меня видео девчонки, блядь, которое на девять минут говорит о том, что я, оказывается, команду ее брата, ну, слил радио Ламберджека. Вы понимаете масштаб, да? То есть, ну, как бы трагедии, блядь. Это пиздец. Ну, ты не смотрел. Я не смотрел. Я же говорю, что мне там-там-там-там потихонечку бросили. То есть, с проблем, когда ко мне подсом... Ну, на самом деле, Марки, извини, я тебя перебью. Мое настроение испортилось никогда. Тогда добрый вечер проиграл. Никогда видео. Никогда мне про видео сказали. Мое настроение испортилось вот ровно тогда, когда Артем давал послематчевое интервью. Это раз. И второе, когда в моем присутствии вот эта девушка, я не знаю, кто она была, она стояла рядом с твоей женой с коляской. Вот. И вот когда она вот эту ересь кричала, Сокуренко, которому как бы уже... Жена Сокуренко. Которую, нет. Которую уже, ну, как бы не молод, чтобы хотя бы так с ней разговаривать. И я попробовал ее, ну, как бы сказать, слушайте, ну, вы хотя бы там субординацию какую-то соблюдаете, там, ну, не получил. Вот тогда все началось. Видео, ну, может быть, если бы не было вот этих слов Артема, там, и вот этого инцидента с этой девушкой, может быть, мне вообще было бы плохо. Мне кажется, это просто первый прецедент, когда лигу в оппоненты в медиаполе поставили. Может быть. И ты так говоришь, я просто... Мне это очень сильно напоминает наш конфликт с этим... с Немосквой в первом сезоне. Вот. Мне кажется, что... Там был конфликт? Нет, не было. Вот. Может быть, у вас... Друга только нужна. Короче, я к тому, что мы тогда не понимали, как на этот негатив реагировать, и мне кажется, что сейчас похожая ситуация просто у тебя. Потому что в целом... Ну, это же правда медиалига, но, типа, нужно быть готовым к тому, что каждый может сказать вообще свое мнение, и это мнение нам будет очень сильно неприятно. Просто вот у нас там мало... Ну, у многомяча, например, в первом сезоне мало было понимания, как вообще на это реагировать. У лиги может быть в твоем лице. Может быть, сейчас мало понимания. Я в целом... Просто если посмотреть на ситуацию, то, конечно, она так и выглядит. Ну, в смысле, там есть Данил, есть Алексей Сергеевич, который папа Севы. Да как вы не хотите, но не уберут в голове... Не уберется в голове у человека связка, что он сын. Ну, типа, это же медиа. Ну, то есть, это их как сильная сторона там на поле, на футболе, ну, условно, там, как их сильная, такой сильный ресурс, так и слабая сторона в медиа части. Ну, то есть, в целом, медиаед впервые за долгое время в медиа-то вышел нормально. Ну, в смысле, мы так долго просили, и вот они так вышли. Ну, в смысле, вот там, благодаря сестре Никите. И, правда, вот Гоша сказал, что, да, блин, ну, молодец, она подожгла, типа, прикольно. Мы-то внутри понимаем. Ну, вот я тебя, например, лично знаю, и я понимаю, что, ну, ничем тебя ламберы не могли бы, ну, там, типа, заинтересовать, чтобы так случилось. Я не знаю, там, только если бы там, ну, как игра, как Никита сказал, была бы это просто интересна. Только ради этого. Ну, если внутрянку знать, то ты понимаешь, что этого, ну, не может случиться. Если смотреть со стороны, то, да, Азотяна удалили, статус не лишили, лишили статус у двух игроков, и у двух только осталось. Один из них супермедийный, одного убираешь, играют в меньшинстве, потому что дырка в регламенте. Ну, со стороны медиаедов или там болельщиков, медиаеды, это ж так и выглядит. Поставят судью, которая отменит гол. Вот. Ну, это же так и выглядит. Ну, то есть, тут как бы, просто, мне кажется, нужно понимать, что мы не только на футбольном поле, как бы, воюем, вот, но и в медийном. То есть, с командами мы уже поняли, например, да, вот с добрым вечером. У нас есть понимание, что мы там с ними, грубо говоря, играем там на футбольном поле. Есть понимание, что в медийном тоже у нас есть там свои конфронтации. Вот ребята не идут соврать. Я вот прям модерирую, вот это можно писать, это нельзя писать, эту тему поднимаем, этого человека никогда не упоминаем нигде, ну, то есть, вот, ну, а сейчас просто лига вышла в оппонент, ну, то есть, и в целом, ну, как бы для лиги, да, сам матч очень крутой инфоповод, то, что ребята начали там это все поднимать, да, тоже это по-хорошему, это классный инфоповод, просто, ну, как бы, был бы инструмент, может быть. Не вышла, наоборот, я запретил отвечать на любые комментарии. Не, я понял, можно было бы, типа, там, подумать, как это развернуть, типа, там, ну, в другую сторону, то есть, просто, если ты знаешь внутрянку, ты понимаешь, что, ну, не сложится такая ситуация, а если ты ее не знаешь, ну, я смотрю, тоже вопрос там был с тем, что амнистии не было, например, в этом сезоне, ну, то есть, типа, была бы амнистия у тех, у кого удалилась, а Затян бы играл, например, они бы не играли в Минхинске. Ну, например, с Добрый вечер, то, что... Ну, да, как в прошлых сезонах, ну, типа, есть же прецедент. Ну, короче, со стороны, да, конечно, так это все выглядит, типа, имели ли они там, условно, не то чтобы право, как, ну, типа, могли ли они это высказать? Да, конечно, могли, вот, ну, типа, там, в какой форме каждый сам же выбирает, как высказывать. Просто, ну, там, типа, в медиалиге, мне кажется, нужно быть готовым к тому, что там каждый дурак может тебя там обозвать как угодно, и ты с этим, ну, как бы, ничего не можешь сделать. Ну, в смысле, только вот в медийном поле выйти, как-то отреагировать, вот. Мне кажется, что, ну, как бы, странно думать, что это было сделано, там, типа, специально, но ребят, медиаедов, особенно болельщиков, девчонок, которые, там, вообще этого не понимают. Ну, я иногда слышу, что наши девчонки говорят, я говорю, ну, вы вообще, ну, типа, там, что судьи заряжены, там, или что-то такое. То есть, это иногда так смешно выглядит, что я говорю, блин, вы же вроде с нами, там, все здесь, три сезона. У нас тут одна девчонка говорит, ну, может, спичек в ответ, можете есть, что сказать? Мне кажется, уже три человека тебе одно и то же сказали, и как будто не послушали, ну, твой ответ. Нет, я слушаю, я уже достаточно сегодня сказал, я хотел знать, что вы об этом думаете. Я, как бы, ну, я хотел закончить тем, что и у тебя есть, ну, как бы, право в эту сторону высказываться, вот. Ну, типа, в любой форме, в которой ты захочешь, я вообще принимаю, ну, лично я, я бы принял форму, чтобы ты бы сказал, все, нахуй, никакого медиаеда в следующем сезоне, даже такую. Ну, в смысле, потому что ты можешь это сделать, ну, типа, норм, ну, типа, это вся пьянка за твой счет. Да, сто процентов обратная связь от лиги, мне кажется, должна быть, это нормально, что ты, ну, вот, Николай Осипов, он же отвечает, да, там, когда в его, там, адрес, там, камни летят, типа, там, вот, пацаны. Он еще больше жрустит. Да, да, ну, допустим, он же отвечает, прям, там, напрямую, пост на пост, там, пишет и так далее. Да, пускай в этот, как бы, в эту игру вступает, но как раз вот эта вот жизнь видна сразу, жизнь лиги. Знаешь, в чем разница между мной и Николаем Осиповым? Ну, ну, точно, ну, вот, давай еще. Он не свои тратит. А, тогда не знаю. Ну, я к другому привык, знаешь, кто балует, то ты балует, блин. Да, понятно, что ты вкладываешь в это деньги, мы до сих пор, не знаем, так, условно, зачем тебе это все, ну, вот, если ты, там, собственный ресурс, собственные силы, там, да, вкладываешь, вопросов нет, как бы, и к тебе уважение, что ты здесь этим всем занимаешься. Гош, это не Лига Тщеславия, чтоб ты понимал. А я тебе ничего, я тебе просто говорю о том, что 100% у тебя нет какого-то, ну, там, кроме Доброму вечеру симпатии, это мы все прекрасно понимаем, вот. Слава богу, что это все не с вами в игре случилось, бля, это вообще пиздец, бля. Просто так, про медиаед хоть есть что сказать, там, предыстория, второй, третий сезон, бля, про вас вообще их узнать, что придумать, бля. Вот, да нет, в плане того, что, мне кажется, тут все понятно. Ну, у пацанов, бля, были в этот день эмоции, то, что они вылетели, фавориты турнира, то, что вот так вот все это сложилось из таких вот, там, мелких пазлов, да, которые, там, собрала сестра Никиты. То есть сейчас всплывает опять вопрос, многих непонятно, как друг с другом, командам коммуницировать, что можно говорить, что нельзя. А сейчас уже всплыл второй вопрос, а что можно говорить в адрес Лиги? И вот в этом сейчас, как будто уже, сука, еще один вопрос, типа, а что, как вообще, что говорить? Вот даже Вася сейчас говорит, когда он там, пацаны написали, инсайт, не, я сейчас договорю, он говорит, да меня это взбесило. Ну, сука, а что в этом плохого? Ну, взбесили они, ну, ты им ответь, ну, тогда мы и так и будем. Так, ну, вот и все. Так я ответил сразу же. Писать лично. Куда лично? Я написал в Телеграм. Я имею в виду, когда Толя здесь сказал. Да, потом в Толе ты разбираешься. Нет, в Толе и другая история. Когда случилось, я нашел, кстати, это все, я не про Лигу говорил, хуйня, он пишет, что Фабрицио Дивана не дремлет. Я говорю, хуйня это, а не Фабрицио. Ну, я не говорю, что Лига хуйня, я говорю, почему ты говоришь, что мы на Лиге. По поводу ангажированности вы написали до этого пост сразу же, что мы независимые, неангажированные СМИ. Ну, это ж херня, Толь. Да? Потому что вы представляете конкретную команду. Вот если бы вы не играли в сезоне, тогда да, я соглашусь. А я что, не могу представить конкретную команду? Можешь, но ты не можешь писать, что ты независимый. Почему я не могу писать, что я независимый? Потому что ты в любом случае представляешь свою команду. И что? Если у нас такие реальные люди, я не понимаю. Я тоже, вот, например, за командой. Ты зависимый. У тебя есть команда. Вот Марк ведет канал. Да, конечно, я тоже веду канал, я даже... Ты нигде не говоришь, что ты независимый, Марк. Да какая-то... Я воспринимаю, что они просто вбрасывают, просто вхорошили. Хорошо, я ему просто ответил это в личку. Он сейчас это решил вытащить под другим углом. Я вот покажу. Вася, хорошо, смотри, медиадвиж ты воспринимаешь это как проект Доброго вечера? Ну вот тут прям что, Марк это вот... Нет, это его личный проект, который он на канале Доброго вечера ведет. А почему тогда вот диванные СМИ, ты говоришь, о том, что... Потому что они пишут, что они лично независимые, не ангажированные. Они про это говорят точно так же, как он на камеру говорит, что мы там с кем-то договариваем. Я тебе скажу, от лица команды, никакой, ну типа никто не согласовывает никаких постов. Я не про согласование постов говорю. Я говорю лично Толя Гегель, лично Никита Виноградов и кто-то третий. Я не знаю, кто третий у них. Кто мне написал? Я не знаю, ты писал, что у нас канал тут ведете втроем. Бл***, там бот, бот, который аналитику ведет. Понятно. Нет, ну в смысле, типа, я не понимаю, как они могут быть зависимыми, но если, типа, вообще не контролируешься. Они в лиге не независимые. У них есть интересы. Интересы ногомяча. Ёб твою мать. Ты есть жена? И что? Ты от нее зависишь? Причем тут это? Ну потому что каждый человек зависим в такой канаде. Даня, знаешь, о чем речь? Ну типа, все мы тогда зависимы. О том, что смотрите, есть у нас Татьяна СММщикова. Надеюсь, она нас слышит где-то. Нет, это правда не только мое мнение. Я слышал абсолютно от людей, которые просто смотрят за лигой и в теме. Что она ведет СММ ногомяча, она ведет аккаунт лиги. Вот у меня такой же вопрос был. Это абсолютно, ну как бы мне все равно. Канал тренера еще. Смотрите, да. Но что она, допустим, когда берет интервью у ногомяча, это чувствуется капец как по-другому, нежели она ведет. Это контекст. Так к ней все вопросы. Все, подожди. Чувствуется у тех, у кого есть контекст понимания, что она из ногомяча. Но конфликт интересов все равно есть какой-то. Слушай, когда было открытие? Друзья, знаете, что я сказал? Вот у нас просто такой стол получается, но у нас еще там футболисты ждут. А они уже неинтересны. Знаете, вот Таня не даст соврать. Только разгоняем. Что я ей сказал в конце игрового дня, когда зашел в тренерскую? Ну что-то, какую-то гадость про ногомяч. Нет, я сказал, что сегодня закончилась медиалига. Ну это когда мы сыграли, да? Вот в конце игрового дня. Сейчас в выпуске все посмотрят этот стол и посмотрят второй. Ну что сделаешь? Я действительно так сказал. Проангажированность, да это бред. Но вы же понимаете, сейчас объясню почему. Что эту лигу, вот каждый из участников, каким может только образом, помогает развивать. Ну типа тут нет внешней команды, кто приедет со всеми специалистами, компетенциями, я не знаю, там оборудованием и делали бы эту лигу. Первый сезон вообще все абсолютно, мне кажется, помогали хоть как-то. И ну типа мы же почему-то не обижаемся на то, как на открытии Сережа Мамаев и Ваня Вербицкий представляют все команды и как они представляют добрый вечер. А у вас в команде нет ведущих, я не знаю. А у вас в команде нет СММщика, который может быть в команде лиги. Я к этому говорю, ну типа мы смотрим, или там когда Сережа Мамаев выходит на Искри Панакап и начинает топить за добрый вечер. Ну типа каждого игрока там все. Я смотрю на это лично я и думаю, ну может. Ну типа ну есть возможно. Точно так же, как Азамат выходит на каком-нибудь шоу другом и шутит про ФК-10. Вообще на НТВ или там на ВК-видео, вообще на абсолютно другом. И он шутит про ФК-10 и это заходит в эфир, потому что он еще и продюсер там этого шоу. Я смотрю и такой думаю, ну вот он может. Такая же история здесь. Ну типа, но я не уверен, что там Таня как-то специально это делает. У нас в первом сезоне был такой прикол, когда еще и с самым лиги вела не Таня, а команда моя. Вообще девчонка, которая там за ногомяч не ходит, не болеет. Она просто у меня работает, Маша. И так, ну в смысле я к ней подходил и говорю, Маша, так и не надо. Она говорит, я не знаю, как так получилось. Написано, типа там, добрый вечер победил. Следующий пост, невероятная победа ногомяча. Ну в смысле это само собой, короче. Само собой. Я помню, как Маша подхожу и говорю, Марусь, ну так не надо. Она говорит, я не специально, типа. Я Таня. Я Даша. Вот. Но к тому, что типа, блин, да, ангажированный? Да нет. Ну, столько можно было. Вот вы просто не представляете, сколько могло бы быть вообще ситуаций, когда можно было бы ими воспользоваться. Ну вот как много есть ситуаций, когда можно воспользоваться, Таня могла бы воспользоваться своим положением, даже чтобы Даня не замечал, например. То есть там столько может быть нюансов. Ну я пользуюсь положением, она мне с аккаунта это лайки ставит. А, тогда не пользуюсь. Вот. Ну типа, для меня все время это было, ну типа, было странно про ангажирование. А вот просто, если бы ты был на другой стороне, ты сейчас говоришь, потому что, ну как бы, возможно не только, но тем не менее, да, что там Таня, она в том числе там в вашей команде СММ, и вот здесь вот так там. В первом сезоне, ну там все знают, что ты там помогал вести лигу и так далее. Вот если бы ты был с другой стороны, возможно ты бы на это смотрел по-другому. Я бы критически на это смотрел. Вот, смотри. Да, я договорю. Если бы, мы и в первом сезоне, когда я был в составе Немосквы, тоже, ну как бы вопросы эти возникали. Почему там, вы же за что-то прям конкретное отвечали тогда в лиге, и ты же был одним из руководителей команды. То есть это тоже, ну с какой-то стороны немножко неправильно. И потом, когда какие-то пазлы сходились, это еще больше. Может быть это у нас в голове было, и скорее всего это так и есть. Но тем не менее, именно поэтому и возникают эти вопросы. Точно так же, как там к диванам СМИ попадает эта информация. Действительно. Да круто, что у вас попадает. Я здесь просто парирую. Вась, просто, ну там условно, вот всегда, я вот честно скажу, у меня лично, Даня, я не знаю, там чувствовал он это или нет, даст мне соврать или нет. Вот, у меня приоритет всегда был на лигу, а не на ногомяч. Вот изначально. Это можно заметить даже по первому сезону. Я уже, наверное, в феврале знал о том, что будет медиалига. У меня уже в голове была картинка, кто будет играть, точнее не так, где-то в марте, наверное, мы со Славой приняли решение, что мы делаем команду. У меня уже в голове была картинка, какая у нас будет команда. Я тебе рассказывал про Пасареллу, что я думал про Пасареллу. Я про Дэна с Юлей сразу думал, ага, они у меня будут. Ну, в смысле, я их буду приглашать, в смысле. Тогда еще даже доброго вечера не было. На тот момент. У меня была, в смысле, картинка. И я просто понимаю, что я собирал все команды, я звонил, со всеми договаривался. Хорошо помню, как я Диару звонил, ему про это все рассказывал, про когда еще команды доброго вечера тогда не было. А потом в конце, когда все команды собрались, я такой, ой, а игроков-то всех разобрали. В третьем сезоне тоже Таня ведет, как его канал Лиги, Инстаграм Лиги. Забило хер на каналы Ногомеча относительно предыдущих двух сезонов. Это что, в пользу команды? Ну, типа, это ангажированность в пользу команды? Нет. В смысле, мы просто отдали свой очень важный и ценный ресурс в СММ, который все отмечали команды. Мы отдаем Лиге. Такая же история с пацанами, с добрым вечером. У нас ПМС не вышел ни разу после того, как начали сниматься диванные СМИ, потому что мы основных двух своих игроков отдали в Лигу. Я думаю, не поэтому пацаны не снимаются, простите. Вот. А почему? Ну, потому что, блядь, я забрал это все. Потому что мы пишем шутки для аргументов и не фактов. Нет, у вас шутки объективны. Да нет. У вас красивая была картинка, 100% картинка топ. Ну, вообще вопросов нет. Блин, а как ты сейчас так и говоришь, что я все для Лиги, для Лиги, а команде сейчас не будет обидно это все слышать? Они были интересны все равно. А что тут обидно? Блин, он ничего не делал, сам ясно. Он не делал, а не медаль. Нет, я говорю о том, что, ну, в смысле, вот это вот, как вы говорите, ангажированность, она имеет обратную сторону. И я говорю, что эту цену мы тоже платим. И мы ее платим вот в виде такого. Ну, то есть и говорить о том, что там условно у нас есть какие-то из-за этого преимущества, я пока вижу, что у нас только убытки из-за этого с точки зрения команды. Потому что мы могли это развивать совершенно по-другому. Вот можно было сфокусироваться только на команду и вообще, в смысле, ну, заниматься развитием только команд. Так вы про ангажированность сами раскрутили. У меня вообще другой вопрос был. Я к тому, что вот я пишу пост, и мне Толя пишет, бля, Вася заебывает, опять написал. Нахуя вот эти разборки не стараюсь. Ну, типа, я пишу пост про князя, ты ему пишешь, бля, Толя-то некрасиво. А Толя здесь при чем вообще? Он даже не знал, что для меня это. Я херово знаю, кто из вас это пишет. Пишите свой телеграм-канал. У меня твоего контакта нет. Пишите свой телеграм-канал. У меня нет телеграм-канал. Есть телеграм-канал. Пиши туда. Зачем? Открытая площадка. Все пишем. Это было бы интереснее, чем все решать в комментах, либо лично. На самом деле у нас... Сейчас. Вася, я не от лиги узнал, что Рома-князь переходит к вам. Мне Рома сказал. Хорошо. Значит, я сделаю... Понедельник. А может, я напиздил? Да ты с ним вокруг. Не могу как бросать, так и что-то правду. Я же не сказал, про кого я сделал выводы. На самом деле, Вася, мне кажется, что у нас интерес к лиге сильно возрастет. Как только мы начнем энергию, которая у нас появляется, не сливать сразу в человека, в комментарии, там, каким-то постам, а вот делать из этого какие-то полноценные продукты. Я себя лично очень сильно тормозил, когда переписывался с Митей в этом какого, в комментариях. Я уже, блядь, не могу, мне уже хочется сильно ему ответить. Я понимаю, что я сейчас просто выскажусь в комментариях, вместо того, чтобы взять и снять какой-нибудь выпуск. В комментариях к каналу. Мы сняли, написали, когда в телегу я про Толю, и все, и что, и дальше это никуда не пошло. Мы это не пошли, потому что у нас пруф есть, мы не хотим должны это отвечать. От нас? От вас. От нас? Пруф есть. С Энпика? Пруф есть. Я спрашивал у Толи. Ну, мы не будем это показать. Я не понял, что есть. Ну, не от них же. Заебись, что вы вылетели, все с ним поговорили. Нет, нет, блядь. Блядь. Он мне в личку написал, что я не то имел в виду. Нет, нет, Вась, ты не понял. Я не то имел в виду, что я не выставлял вас ебать, какими злодеями вы договариваетесь, что вы про это. Так и сказал. Нет, я написан. Так и сказал. Я скажу на камеру, Энпик пытается договориться с ДГТ. И ты между срок читаешь, Энпик, нахуй, команда охуевшая, договаривается, хочет выйти. Такого не было. Но ты между срок, как будто так шуяешь. Нет, ты же мне потом написал. Нет, я имел в виду то, что вы просто пытаетесь договориться. Нет, то, что ДГТ, скорее всего, будет играть вторым составом. Но это, блядь, контекст вообще разный. Да у меня есть пруф, блядь, это переписка даже. Все. Рррр. Все, да. Мы от главной темы там шли. Не где статус, надо дать ей все-таки. Да, пускай берет. Давайте все-таки суббота, да, ну не получилось. Вот хочется короткий спич от каждого из вас. Ощущения в тот день, ощущения следующим утром. И какой вообще, ну как вы видите себя дальше? Эта история для вас? Нет. Что в команде, если можно опять-таки, да, это говорить? Ну, если вы там о чем-то не договорились с этими однокомандниками. Да. Да. Ну, можно ли какие-то инсайды там раскрыть и так далее? Давайте там, давай с тебя начнем. Ну, во-первых, Гоша Рошко. Сейчас шутки пойду. Рошко. Нет, слушай, ты достал. Мы с тобой вроде в одной команде играли. Раньше. Пошутят сначала пять минут, а потом минуту по-серьезному. Вот, короче, Марк нас отвечает за самую душную ситуацию в команде. Как сказал Ворон, тебе нужно стать ведущим, чтобы твою фамилию правильно называли. Георгий Рошко, все просто. Все, ладно, познакомились. Теперь это. В общем, в субботу, по сути дела, для нашей команды был траур. Вот других слов здесь не подобрать. Он, наверное, был траур для каждого участника, да, там, независимо от того, провел он время на поле. Не провел он время на поле. Такая больная тоже тема. Вот. Для меня больная тема, да, потому что желание есть, возможности там, как бы, нет. Пацаны, кто как-то, скажем, повлиял или не повлиял на результат, да, в нашей игре, они воспринимали еще более больно на себе. В раздевалке сидели по 30 минут, там, загрузились, вообще никуда выходить не хотели и так далее. Каждый испытал, знаешь, наверное, такое чувство было, что вот пустота какая-то. Вот игра закончилась, ты вышел, и ты не понимаешь, а что дальше в следующую субботу. А в следующую субботу, типа, для тебя ничего. Что дальше на протяжении, вот там, сколько у нас осталось, да, там, две недели, все для тебя закончилось. Особенно это больно потому, что реально, наверное, ну, вот, из всех команд мы были ближе всего, чтобы пройти дальше. Ну, то есть, у нас там пенальти красным мячом, забей, проходишь дальше. Пенальти, который решал уже там послематчевом пенальти, забей, проходишь дальше. Подтаскивает Марк, ну, подтаскивает, да, забей Марк, проходишь, да, проходишь дальше. Все, это, то есть, три возможности, когда мы могли пройти дальше. И, блядь, там такие дальше сладкие ламберджеки бы нас ждали, я не знаю, может быть, с основой СК уже бы они были или еще что-то подобное. Но реально пустота. На следующий день, когда все проснулись, немножко, наверное, как бы, какой-то вот шоковое вот это состояние, чуть отошли, потому что были сразу в группе вопросы о том, что, пацаны, типа, что с командой будет? Вот, закрывается этот проект, не закрывается этот проект, вот. Когда эмоции немножечко так спали, то стали рассуждать о том, что нельзя этот сезон просто так взять и для себя закончить. То есть, понятно, что у нас, да, там, кто считает, что у нас состав был один из самых сильнейших. Он реально был, ну, как бы, сильный состав, он полностью сбалансированный там по всем фронтам, и с точки зрения медиа, да, и с точки зрения футбольного аспекта. Но, как бы, что-то пошло у нас опять не так. Я не знаю, нет, нельзя кого-то винить за самоотдачу. Просто вот иногда складывается не так, как мы хотим. Давай я добью. Добью. Сразу про добрый вечер. Ну, для меня это было реально удар и опустошение, и когда мы проиграли, сначала я подумал, как будто все, что я делал в этом сезоне, но в этом сезоне я прям по своим ощущениям, я делал с точки зрения контента, да, ушел в соло, там, и снимал, и там, и телега. И я такой думаю, а зачем вообще все это было? То есть, да, те ожидания, которые качнула команда с точки зрения мастерства, я такой думаю, а зачем вообще все? А с точки зрения команды, мы проиграли, да, там, поддерживали пацанов, но меня добило вечер этого же дня, когда я написал, там, Дрюни, там, Швецу в личку, и пацаны восприняли не просто это, ну, поражение, а восприняли не так, что, да, Митя не раз говорил, что, возможно, команда, типа, прекратит свое существование. И они восприняли эти незабитые свои моменты тем, что они тем самым закрыли команду добрый вечер, убили команду добрый вечер. И в этот момент ты понимаешь, что для пацанов это было больше, чем команда, и мне прям вот этот момент прям был до слез. И, ну, вот так вот мы накачали себя, мы накачали с точки зрения мастерства, с точки зрения вот этой морали, что мы должны, должны хоть что-то с чем-то уйти в этом сезоне, и просто одна четвертая, да, слезы Марко. Ну, так реально и получилось, и это было, сука, больно. Это реально было больно. Это вроде обычный футбол, но для нас там кто, да, не играл. Это слезы Марко, кстати, были. Ты про слезы Марко судьи? Нет, мы просто здесь разговаривали, я спрашивал о гей и чемпионство, или Марко и слезы. А в итоге чемпионство, слезы, но без Марко. Да. Поэтому очень все это очень все грустно было, но буквально прошел день, и реально та поддержка, которую мы получили в соцсетях, лично, поддержку от наших партнеров, и вот эта реакция пацанов, и ты просто думаешь, в смысле, не, не канает, да, надо идти дальше, искать решение. Митя реально после поражения вот так вот сидел там в манеже, просто, ну все, он без слов, он просто уехал и все. Но сейчас ты понимаешь, что, не, надо, надо идти дальше, 100%. Сейчас можно тоже 5 копеек еще вставлю. По поводу, просто было очень много проделано работы. Вот в этом сезоне было очень много проделано работы, и, наверное, может быть, это сами наши ожидания от того, что мы должны там бороться за медали, там, за какие-то призовые места. Мы сами их не оправдали, и вот, как бы, наверное, от этого еще больше, как бы, вот этот вот весь ком. Если второй сезон, там, понятно, такой был, как бы, ну, проиграли, понимаешь. Это все не сравнимо, я чувствую. В этом сезоне, ну, типа, это максимально. Плюс еще весь тур какой-то такой получился странный. Он реально для всех получился странный. Вот здесь сейчас сидят команды, которые, там, пацаны, Вася, медиаед в этом сезоне включился, которые с медийной точки зрения всегда качают и раскачивают. Еще, я не знаю, из оставшихся, ну, можно Хатуас привести пример, который вот в этом сезоне там раскрылся. Остальные, ну, их же реально не видно. Я себя поймал на мысли, что у меня было точно такое же состояние во втором сезоне, когда мы проиграли вам по булитам, когда я там сорвался на Марка. Вот, точно такое же было опустошение, сколько, ну, тогда, наверное, лично я сделал работа, чтобы там команда жила, команда играла. У вас и состав тогда был, ну, такой, прямо. Я поэтому и говорю, что чем-то это схоже с тем, и я бы хотел, ну, в какой-то мере, респекнуть Волоту за, ну, то, как они себя после вот этой победы повели, видели ваше состояние всей команды, не там какого-то одного человека, да, а всей команды, что они там, ну, как-то очень достаточно скромно, ну, там, радовались, не было никаких там, ни провокаций, ничего. Как обычно, Волод, радовались. Ну, потому что Волод за, ну, они просто, они уже дважды мысленно просто за эту игру приняли поражение. То есть, да, первый раз, когда в фенальте красный, потом еще, когда вот этот, про который ты сказал, пенальти в серии, который мог победу принести, то есть они уже два раза, мне кажется. В общем, здесь я, ну, ребят всех понимаю, добрый вечер, какие у них эмоции были, вот, поэтому, ну, так бывает, это футбол, да, здесь никакого медиа не случилось, здесь был чисто вот футбол, и так совпало, вот. И Волод хорошая, сильная команда, вот, мне кажется, что ламбером будет капец, как тяжело с ними играть, просто капец, как тяжело. Ну, вообще, причешем там всех. Да, решайте там, кого подключить. На следующий день на федерацию играли, блин, спокойно выиграли. Ну, нет, как спокойно, 5-4, все. 6-4, по-моему, 6-4. Ага, давай, Никит, что у вас? Ну, большинство все знают, какое было настроение, ну, после игры, ну, лично за себя скажу, да, из-за многих, ну, давно у меня не было такого состояния, именно, да, и обидно было за то, что мы проиграли, и какое-то было чувство такое, как будто, ну, про что мы сегодня все и говорили, несправедливости какой-то. Но еще раз, ну, я и команда не ссылается на то, что, там, у них скашники, еще что-то, вот, было предчувствую, что просто подравливали команду, чтобы, ну, уравнять шансы, потому что до игры все прекрасно понимали, какой будет расклад. И когда мы проиграли, еще когда мы пропустили, там, не знаю, за минуту до конца, в принципе, я уже мыслями, когда Бразик сравнял счет, я уже мысленно думал, как я буду бить буллит, то есть исполнять, то есть, и мысли уже были. И когда этот гол, то есть, ну, для меня было опустошение, и когда мы проиграли, смотря, там, даже на детей, которые приехали, и на их родителей, казалось бы, вроде, ну, для многих, ну, как кажется, ну, пришли, поболели, выиграла команда, проиграла, там, разошлись. Ну, такие были тоже опустошения в лицах, там, и детей, и родителей, ты думаешь, ну, приятно было то, что было небезразлично людям. Ну, в команде, как бы, конечно, ну, не было такого, что все, заканчиваем, все, как бы, просто все мысли были, что мы в полуфинале. Может быть, как-то это нас и наказало, но когда вот эти все пошли моменты, там, за сутки до игры, то есть, мы готовились не так, что, о, да все равно выиграем, там, пусть хоть что хотят делают, все равно выиграем. Там, как бы, такого не было, был настрой, ну, и, наверное, кто игру видел, как вот, ну, бывают, видать, такие игры, ну, действительно, я, как бы, так мельком пересматривал, ну, 5 ударов было, 5 голов было, как бы, не в адрес наших вратарей, ну, такие игры бывают, что, действительно, ну, все, что было, все залетело, и там, вот эти 15 минут, ну, лично меня, допустим, я поднаелся прилично, хотя, как бы, до этого за Амур там была игра 90 минут, сил хватило, в принципе. Нет, в понедельник еще было, то есть, время было становиться достаточно, я к тому, что я знал, что мне придется, ну, минут 60 точно играть, там, еще с добавленным 70, ну, 15 минут, и еще раз, вот, Сергей Алексеевич, да, ну, тяжело было, тяжело, он сам по себе. Он, может, руку в порядке, я что-то не ожидал. Ну, было действительно, и вот момент, за что дали ему медиастатус? Ну, если вы не знакомы с Сергеем Алексеевичем, то у нас в регламенте написано, иные, Сергей Алексеевич вообще у нас член Генерального Совета партии «Единая Россия», то есть, поэтому он, в принципе, как представитель органа власти, является автоматически, вот он у нас медийный, поэтому, собственно говоря, поэтому. Гром тоже медийный, получается. Гром, да, но просто дело в том, что его никто как медийного не пробовал заявить. Кость, да. Уже поздно. Уже поздно. Поэтому, ну, было такое опустошение, как бы, ну, действительно, и вот это, говорю, чувство несправедливости на тот момент, прям сильно, ну, на следующий день я проснулся и увидел, что сестра вывожила видео. Моя. И назад хода не было уже. Ну, ладно, до конца, говоришь. Да нет, ну, я говорю, я еще раз, если какие-то моменты, я могу даже перед камерой, там, за болельщиков, то, что там Данила говорит, что там девчонки сказали кто-то, ну, я так понял, не моя жена, ну, я согласен, что это некрасиво, и как спортсмен, когда я играл, и комментарии в куче писали, и, там, в комсомольске, и в чите, то есть не особо приятно, но… так скажем как все говорят это одну часть футбола части более медиа лиги если да это неприятно некрасиво и за это я хотел бы извиниться кто бы это не говорил и в комментах там тоже было что лишнее но то что от команды это что вот сейчас проговорили то что вот эти пазлы сложились ну допустим ну наверное все останутся при своем правда это или неправда было или не было все равно мы правда никто не узнает поэтому не увидел поэтому ну в целом груза какие-то личные то моменты вот как после матча я извиняюсь а в целом то что вот это так все подведено было это или нет останется как останется да поэтому вот так то так полную по матчу я сказал что было ну как я скажу в тех сезон и там мы финале проиграли 3 выиграли здесь опять ну то есть каждым сезоном я получаю удовольствие ну то есть эмоции такие которые я наверное не получал когда играл в профессиональном футболе то есть как-то буднично там все более-менее может быть потому что там не добирался до каких-то чемпионатов россии там финалов где зенит играет и так далее в два сезона призов были конечно сейчас не призов и эмоции уже не те ну что тут нет я говорю наоборот что я да то есть я там финале провел третье место заняли полуфинале мы проиграли хатуас когда там пенальти они забили то есть и здесь мы вылетели остались дизиндали я все равно ну да отрицательные эмоции но я их получил в мире я от сезона очень кайфанул в отличие там от второго сезона который у нас получился супер неудачным в этом сезоне ну на мой взгляд все сложилось мы медиа лиги идем по нарастающие если первом нашем сезоне мы из группы не вышли здесь мы играли в плей-офф сыграли 7 игр не получилось у нас только одна игра как раз с ребятами с доброго вечера там по определенным причинам по различным вот все остальные игры у нас были более-менее равные даже там игра с медиаедом она там могла качнуться в разные стороны счет был не по игре мы в целом обыграли всех полуфиналистов которые сейчас играют в полуфинале кроме ламберов но с ними мы просто не играли в этом сезоне так уж получилось по жеребью уже готовимся к новому сезону обыграли всех полуфиналистов это звучит примерно как вот эти ребята нам рассказывали они непобедимые чемпионы не будут это говорить и потом его просто все повторил не еще раз если резюмируя мы от сезона кайфанули то есть прям какой-то такой дикого расстройства от того что мы вылетели нет мне кажется dgt были более расстроены победив нас так как победили чем мы проиграв им вот когда я слушал интервью потом записи этого чапы но он как будто он там не знаю проиграл нам а не выиграл вот к новому сезону уже готовимся уже там ведем определенные разговоры работу трансферную сейчас прикол ты это послезает и разве сезон детальность у вас затем я все в телегу выложу правильно вот огромное спасибо даня за то что делаешь такой крутой проект это действительно очень сложно то что эмоциональными бывают такие качели но тоже наверное к этому просто надо привыкнуть но у меня чуть-чуть про поражение говорить ничего не буду до команды доебаться невозможно играли хорошо но со своей стороны я почувствовал что если мы будем усиляться то скорее всего я потеряю место уже в основе да не потеряешь это говорю нет я почувствовал но поэтому в новом сезоне нужно три статуса три статуса либо возвращать сусина ты любимчик был просто играл в новом сезоне нужно три статуса на поле что профики так не обманывали систему так будет конкретно по игре говорить но реально никто не расстроился как мне показалось именно играли потому что хорошо если мы играли как весь сезон отвратительный вот этот футбол то что у нас блять состава вечно не было почему-то все решили по уезжать на хуй не играть это очень без сила в целом но последняя игра все собрались хорошо сыграли на самом деле я бы даже сказал что хатлас наверное отскочил вот эти первыми на 15 минут там решение заблокировать грома было правильным их практически не было на поле и только он вышел быть сразу забиты за голодом ну и тему да тоже когда вернули пропустили два голода что-то думать с ротарем похоже ну и хороший сезон и жалко жалко наверное не только на что вылетели реально жалко там добрый вечер жалко медиаед жалко им потому что как мне показалось что янтек должен был выигрывать по игре ну реально хорошо играли на сама лучшая игра вашего сезона не было как и на как и у нас собственно и было бы прикольно если мы в четвером прошли здесь возможно вытекает вопрос по поводу да вот этого пенальти красного мяча для обсуждения потому что да как я видел я говорил что вера саня я я читал но никто не прислушался и пока 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 это не касается мы сейчас когда закончим быть я про красный вас услышал всех с красным мечом все понятно мне не считать больше не считаю сейчас вот ребята вы скажут как я которые выиграли что они прокрастили сам на чтобы сложнее взять его бы я даже у себя выпуске про это сказал что ты начинаешь соображать когда ты оказался на этой стороне конечно когда-то выиграешься про это не думаешь и мы про это не говорим что мы типа вот мы проиграли из-за этого ты типа начинаешь думать что реально до кого либо будто две скидки ты суммируешь и типа это кардинально меняется такого же пусть боли не бывает пусть бонусный пенальти типа но он там ну как без красного мяча до чтобы он типа условно считался это такие размышления просто самом деле не можно дорабатывать это тоже прикольно повышает шансы слабых команд в этом дело если потому что сильная команда не будет брать розы критики 2 чтобы прибить классного то что ты скидывал я посмотрел они два стола на часа обсуждали какие-то возможные это где град скину короче 20 часа обсуждали возможно нововведение в новый сезон и это было очень клевая ну и интересная там были идеи в том числе ту которым там издание обсуждали и осипом базарил весь выпуск на карта вот то что они хуйню придумывают какую-то за что в мини-футбол это не футбол вот эта вещь как-то не говоришь на подкидывать монетку это классно там гуляться легче забить осипа вообще футбол не любит у него шпорт регби или американский футбол на поэтому мужчина футбол до пизды а можно вопрос такой пока вот пока батарейки не сели у пока батарейки не сели я у себя в кружках на которых целых 42 человека задала вопрос такой будет ли или предполагается что-то в зимний период потому что мне кажется это хотя бы в планах что это оптимальный такой вопрос да что вот нас в прошлом году закончилась осень все все ушли на федерацию да там играть футбол да вот будет ли какая-то может быть или предполагается я думаю что это предмет совместного обсуждения мы проговаривали сейчас коли в москве хоккей он сказал что у них он не очень зашел ну честно говоря вот и пока ожидании вообще не оправдывает несмотря на то какие там звезды у них играют мячков и всяких голдобины широков и там и так далее беру трубе туда пути даже с ними ну вот футбол просто мы когда в прошлом году планировали зиму да и опять таки там что-то связано с футбольными активностями я понимаю что там у всех очень много мини-футбола начинается то есть у вас постоянно какие-то игры там туда-сюда и ну как-то отвлекать может быть и не стоит играть в миньку ну я вообще не не понимаю мини-футбол ну то есть не не люблю я думал насчет миньки если делать по модели медиа баскета ну в общем это предмет для обсуждений давайте давайте может быть там соберемся отдельно после конца сезона в любом случае у нам еще играть кубок поэтому у нас будет время об этом подумать почему нет все за вот поэтому я думаю что эта история будет нам интересно давайте значит заканчиваем на сегодня был очень интересный стол я благодарю ребят за то что еще на отличие отличие следующему потом еще посмотрим вот я очень надеюсь что вам понравится продолжайте болеть продолжайте приходить смотреть и кстати хочу сказать что очень круто смотрели четвертьфинал и прям еще игровой день не закончился у всех уже далеко за 2000 и кстати дань и просьба отметьте правдина посмотри пожалуйста сколько в топовый момент смотрела игру добрый вечер волат говорят кто-то скажет полторы тысячи было да это очень круто вот поэтому просто не поверили не делал не поэтому все всем пока до встречи